Законодательное собрание округа полностью сформировано. 19 депутатом окружного парламента стал Игорь Соколов, директор Дворца Спорта Норд. Напомним, он занял место, которое стало вакантным после назначения Евгения Алексеева сенатором. Депутаты окружного собрания сегодня провели очередную пятую сессию. В повестку дня включили 25 вопросов. Часть из них была посвящена реализации социальной политики в регионе. На пятой очередной сессии собрания депутатов приняли несколько законопроектов по увеличению мер социальной поддержки. В частности, увеличили выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Сегодня эта категория населения ежемесячно получает 20 850 рублей. Законотворцы увеличили размер выплаты до 25 тысяч. Кроме этого, все ветераны в преддверии 70-летия Великой Победы получат единовременную материальную помощь в размере 70 тысяч рублей. Также на сессии приняли изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. В частности, в организации летнего отдыха для детей. Принятый в двух чтениях закон дает право детям, которые добились успехов в учебе, искусстве и спорте, использовать бесплатные путевки в оздоровительные учреждения один раз в два года, а не в три, как это было ранее. Кроме того, дорога до места летнего отдыха и обратно теперь будет оплачена. Такое же право предоставили и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Не забыли и о тех, кто сопровождает организованные группы детей к местам отдыха. Оплату стоимости проезда проживания и питания им компенсируют из окружного бюджета. Сопровождающими будут заключаться в связи с внесенным изменением в соответствующие договора, которые будут предусматривать установление ответственности сопровождающих, в том числе за жизнь и здоровье детей. Считаем, что данное изменение подволит качественно улучшить отдых организованных групп детей. В первом чтении принят законопроект, касающийся оплаты стоимости отпуска за границу. Напомним, 11 сентября на сессии был принят закон, согласно которому компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно за пределы России для чиновников и работников бюджетных организаций с 1 января 2015 года будет ограничена суммой в 30 тысяч рублей. Позже губернатор региона заявил, что принятые поправки не должны касаться работников бюджетных организаций. Речь идет о служащих. Илья Сахаров, Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.